Формула успеха И сына и святого духа Наш сегодняшний гость исполняет это поручение в полной мере Это человек с горячим сердцем Это давний друг нашего телеканала Основатель и старший пастор церкви Дом Хлеба Автор множества христианских книг Инициатор проекта Богоискание славянских народов Александр Шевченко Пастор Александр, добро пожаловать к нам Я очень рада сегодня с вами встретиться у нас в студии Побеседовать Спасибо, Анна, я с удовольствием Попробуем разложить эту формулу успеха Мы говорим о призвании Я верю, что этот вопрос, вопрос призвания Вопрос служения Господу Он ключевой для каждого человека И однажды приняв это решение Мы, собственно говоря, задаем вектор всей своей жизни Это решение на всю жизнь Вот вы такое решение приняли однажды И скажите, пожалуйста Сложно ли было сказать Богу «да»? Что вы почувствовали в тот момент? Мне кажется, что вряд ли мы встретим человека Который назовет определенное место, дату Где он исчерпывающе понял Вот к чему конкретно Бог его призывает Это, скорее всего, процесс всей жизни Или многих лет жизни Это такой поиск Это постепенное такое самонахождение себя Но все равно это равнение на какой-то внутренний голос Это поиск себя Я вот разделяю понятие найти Бога и найти себя Многие люди думают, что когда они встречаются с Богом Они обретают уже полноту и смысл всей своей жизни Я так думаю, что это принципиально важный шаг И решение в жизни встретиться с Богом Но еще очень важно встретиться с собой И вот если мы не встретились с Богом Мы не можем найти себя Это невозможно Я не верю, что есть хотя бы один человек Который может себя понять в полноте Объяснить себя Применить себя Если он не встречался со своим Творцом и своим Создателем Когда встречаюсь с Богом Начинается поиск себя Многие люди, к сожалению, думают Что когда они встретились с Богом Как бы вопрос закрыт Все это в одном пакете И человек уже и себя нашел Я так не думаю Я думаю, что человек должен начать искать себя В моем случае это было где-то с 16 лет Это было какое-то стремление постоянное Вообще, как у Бориса Пастернака Во всем мне хочется дойти до самой сути В работе, в поисках пути, в сердечной смуте До сущности протекших дней До их причины, до оснований, до корней, до сердцевины Вот это был мой настрой Вот Пастернак очень точно отобразил Вот этот настрой Мне просто было обидно и жаль Если я теряю время Если я иду в неправильном направлении Это был многолетний, слезный В буквальном смысле слова Такой поиск Господь направил меня В любом случае я проживу жизнь Но как? В каком направлении? Куда я буду себя расточать? Мимо Божьей воли Или как бы строго по ней? Да Но вы нашли Господь дал вам ответ Правильно? Или вы еще в процессе? Полагаю, что да Полагаю, что вот мое Вот я нахожу его Я нашел его отчасти Но как я сказал Как Филипп, например Он знал, что он благовестник Мы читаем в книге Деяния Апостола Он знал, что вот это его призвание Но если бы в то утро О котором мы читаем в 8 главе Деяния Апостола Если бы в то утро Филипп не услышал конкретной Голос Божий Встань, иди на дорогу, которая пуста То он бы занимался благовестием Как и мы все Занимаемся в поле нашего призвания Но очень важно сохранять еще и отношения с Богом Уже зная свое призвание Зная, к чему наклонено наше сердце К чему нас позвал Бог Но это все равно требует близких отношений с Богом Чтобы в это утро Чтобы в формате этой передачи Говорить вещи действительно богоугодные Действительно по воле Божьей И Филипп бы не вышел на дорогу, которая пуста Он бы не встретился с тем эфиопом С которым должен был встретиться Поэтому я за то, что поиск призвания — это одно И это принципиально важно А еще необходимо сохранять живые отношения с Богом Чтобы каждый день слышать, куда он нас направляет Да, аминь, пусть так и будет Пастор Александр, вот тогда вопрос Вы еще упомянули о том, что Обрести себя в Господе Понять, кто ты в Боге теперь И считаете ли вы вообще справедливо ли утверждение Что призвание связано с дарами и талантами? Или это вообще две разные вещи? Я понимаю, что тема обширная Дары и таланты, она особая Мы, может быть, не будем сейчас углубляться Но справедливо ли это? Как вы считаете? Да, я думаю, что искать себя Если уже так мы выражаемся Стоит на пересечении нескольких путей Во-первых, Бог всегда подает благодать в область нужды Многие люди хотят заниматься чем-то таким видным Интересным, увлекательным Но, скажем так, в этом нет нужды Это может быть интересно для меня Но есть ли в этом нужда? Рядом же, здесь, возле меня могут быть люди Которые в чем-то нуждаются В каком-то совете Или кто-то болеет Или кто-то подавлен Вот я верю, что Господь замечает таких людей Которым плохо Которые плачут Которые молятся И Он туда посылает свою благодать Поэтому я бы советовал людям искать себя Прежде всего там, где есть нужда Где есть боль Где просят о помощи Раз Номер два Это как раз то, о чем вы сказали Это наши естественные способности У кого-то это любовь к литературе У кого-то к кинематографу У кого-то, не знаю Врачом человек всю жизнь хотел быть И он любит свою работу У него это получается Я читала о человеке, которому было 12 лет И он смотрел на большой корабль Квин Мэри такой есть В Лос-Анджелесе И он сам себе дал слово Я вырасту, я построю больший Ребята, друзья его смеялись Мальчику было 12 лет Но так и случилось Квин Мэри 2 Как он построил этот мальчик На это ушло у него 30 с чем-то лет Он только эти книги читал Он только такие курсы брал в университете И он действительно стал инженером Второго Квин Мэри 2 То есть действительно Призвание связано с моими интересами С тем, что я страстно люблю И может я сам даже не подозреваю Но это то, что я умею делать И вот это вот способности Естественные способности Они очень важны И я считаю, что нужно себя искать Учитывая эти способности Если позволите Есть очень интересный текст У апостола Павла Он сказал Если ты учитель, тогда учи Прибывай в учении Если ты увещеватель По-нашему душепопечитель Тогда увещевай Если ты раздаватель Тогда раздавай То есть очень он понятно написал Первый вопрос Кто ты? Кто ты? Ты хотя бы раз с собой Откровенно разговаривал А кто ты в душе? Что ты любишь? Умеешь? О чем ты всегда думаешь? Где ты себя естественно Комфортно чувствуешь? Не надо себя Как-то насильно принуждать к тому Что не твое Поэтому вопрос весь упирается в то Кто я? Действительно Вот тем я занимаюсь А скажите, пожалуйста Вот мы говорим об успехе Об успешном призвании Скажем так Допустим, человек действительно нашел его Он ответил на Божий призыв И служит в том Куда его Господь поставил Конечно, каждый человек успех понимает По-разному и по-своему Вот что есть успех для вас И считаете ли вы Своё служение Своё призвание успешным Состоялись ли вы в нём? Замечательный вопрос, Анна Потому что определение успеха У людей разное Если мы посмотрим, скажем, на Соломона Мы скажем, вот это успех Вот это размах Какое царство построил Какой авторитет у человека Какая мудрость там, да Какой храм построил Вот это успех Если мы посмотрим на пророка Иеремию Ну что это за успех? В яме сидит Свои родственники не принимают Не говоря уже о знакомых, друзьях Всю жизнь человек прожил в непризнании Но Бог ведь не так смотрит Вот Бог ведь не так смотрит Я убеждён, что пророки Иеремии Это великий Один из трёх даже признанный пророк И в православии И в протестантизме И в католицизме Это так называемые Великие пророки Но по-человечески Если посмотреть Особенно в наш век Человек неуспешный Как бы прожил мимо Никто его не понял Потому я считаю Если мы уже говорим об успехе Стоит исходить из того К чему мы призваны К чему мы призваны Это может быть Ты всю жизнь проживёшь в пренебрежении Просто на твою долю Выпала вот такая судьба Вот так Бог определил тебе В период плена жить Уничижения Твой народ вот скажем так Согрешил Как в ситуации с Иеремией Потому успех это Иметь внутренние свидетельства Что ты выполнил то О чём тебя попросил Бог Что Он возложил на тебя Какой крест Он на тебя возложил А уже как люди оценили Это вопрос второстепенный Потому что периоды жизни разные И обстоятельства разные А вот этот внутренний голос Я сделал то, что ты поручил мне сделать Мне кажется, на него надо ориентироваться Да, я согласна с вами И вы знаете, наверное Здесь ещё вопрос готовности сердца человека Если Господь даёт Такое, как мы говорим В ситуации с Иеремией Это не каждый может вынести Не каждый может это принять Это невозможно вынести Да, действительно И по человеческим меркам Это нереально Это сразу как бы Нет, Господь, извини Ну, я чем-то другим займусь Потому что общественное мнение Так или иначе давит на нас Это очень важно Человек всё равно ищет поддержки Подпитки Хотя бы от близких людей А когда тебя бросают все Когда у тебя совершенно нет На каком основании ты стоишь Поздно или рано Ты усомнишься даже сам в себе Правильно ли я делаю Может я вообще обольстился Может я очень высокомерный человек Меня никто не поддерживает Я в буквальном смысле слова один Вот потому Это очень серьёзный тест А вот к слову о таких жертвах И готовности следовать за Господом Случалось ли вам в вашем служении В вашей жизни отказываться от чего-то Ради служения Или во имя служения чем-то жертвовать Может быть даже рисковать И вообще уместно ли такое понятие Как риск В лексиконе христианина Оно может быть Тоже хороший вопрос Убеждён, что каждый человек Который серьёзно ищет призвание И мечтает угодить Богу Доставить ему радость Приятное что-то сделать для Бога Он идёт на риск Убеждён Опять же, наверное, общественное мнение Оно как ветер Он бывает попутным Тебя хвалит А бывает противным Он дует в лицо И ты долго можешь не выдержать И ты опускаешь паруса И просто садишься на весла Тебе кажется, что нет попутного ветра Тебе абсолютно обстоятельства не сопутствуют Но если говорить лично обо мне Я не представляю своей жизни Не представляю Если я не буду заниматься тем Что вот моё Мне не вру Мне не важно В каких условиях я буду жить В какой части земного шара я буду жить Мне не важно Как будут относиться ко мне люди Но я уже Это уже часть меня Я скажу так Как бы призвание Это как состояние Вот я есть тот, кто я есть Я не надуваюсь Я одинаковый дома Перед большой аудиторией Перед одним человеком То есть это моё Вот это вот оно стало частью моей сущности В определенном смысле слова Я не смогу быть не собой Я не смогу Меня спрашивают Если бы вы не стали там проповедником, пастором Кем бы вы были Я говорю Ну невозможно быть не собой Я вот есть тот, кто я есть Вы не мыслите себя вне этого Я уже не умею Меня нет просто другого Мне кажется, это счастье Когда человек настолько погружён в этом Настолько в Божьем В центре Божьей воли И он действительно Вот из неё выйти Он уже не мыслит себя Ни в коем случае даже нельзя этого делать Да Я не идеализирую себя Мы слабые люди Мы можем ошибаться Мы можем уставать Мы можем прельщаться Это всё как обычно И как все люди Но в целом, в общем У меня как бы оно всё срослось Оно всё сошлось В моём случае Я не притворяюсь И я как бы не насилую себя В плане того, что вот я должен быть Вот это вот мой образ Или имидж вот такой Или бренд вот такой Я его должен как-то проталкивать Насаждать У меня такого нет Александр, скажите, пожалуйста Какие принципы в служении для вас являются ключевыми? Самое основное, на чём строится ваше служение? Ну, как я уже сказал о Филиппе Наверное, это видение Это как бы видеть Способность ориентироваться во времени и пространстве Мир постоянно изменяется Если мы строим отношения с Богом Если мы служим людям То у нас должна быть способность ориентироваться во времени Скажем, апостолы раздавали еду нуждающимся И пребывали в слове и в молитве Но они заметили Что людей прибывает больше и больше И время у них стало утекать на такие бытовые вопросы И они уже не молились И не читали слова, как делали это раньше Поэтому вот эта способность ориентироваться Привлечь других людей в команду Обучить, выбрать их Рукоположить их, если нужно Самим остаться при главном Вот эта способность отличать главное от второстепенного Ориентироваться во времени Мне кажется, это очень важный принцип Не построить такие рельсы Не построить такую систему Что потом сам с нее сойти не можешь Сам становишься заложником того, что построил Гибкость, мягкость Способность перемещаться Способность выходить из лодки Способность рисковать Способность остаться ребенком В определенном смысле слова Чтобы чувствовать и Бога, и людей Не вознестись, не возгордиться Быть рядом с людьми Мне кажется, эти важные принципы То есть искренность Если все это объединить Вот это видение Способность ориентироваться И искренность Искренность — это Если даже словарь открыть Это максимальная точность Между твоим внутренним состоянием И выражением этого состояния Наше состояние постоянно меняется Иногда мы печальны Иногда мы радостны Но главное — не кривляться Не врать Не идти по шаблону Не работать штампами Быть открытым для Бога И для людей И люди это оценят И Бог это оценит К слову тогда о команде Как формировалась ваша команда Я знаю, что ваша супруга И в первое время, и сейчас Когда вы начинали свое служение Она очень поддерживала вас Это так? Расскажите немножко больше об этом Да, я не думаю Что можно состояться в служении Если жена тебя не понимает Если она постоянно огорчена Если она ропщет или плачет Тебя нет дома Я думаю, что некоторые люди пострадали из-за этого Потому что это самый близкий человек Это твоя семья И в моем случае Был маленький период такой Где у Жанны были определенные огорчения Или может быть претензии На предмет того, что я уезжал Что я был очень перегружен, занят Но я очень-очень-очень благодарен Богу За то, что он суверенно вмешался В это ее состояние Проник И у нее был диалог с Богом И она делилась об этом со мной И она не стесняется это рассказать людям Господь ей сказал очень прямо Прежде чем он твой муж Он мой раб и служитель И вот как бы вещи стали на места Что ты не можешь как бы перехватить инициативу Ты не можешь потребовать его Если ты его заберешь Ты его как человека разрушишь Даже если ты получишь его стопроцентное внимание Ты его как человека поломаешь И он не тебе не пригодится Ни людям, ни Богу Да, вот И мне так приятно это сегодня признавать Что Жанна это поняла Это без Бога, наверное, было невозможно сделать Она это поняла И она полностью стала рядом Полностью Все годы Было масса ситуаций Историй Маленьких и больших Где она даже в госпитале В больнице находилась У меня была большая конференция Я сидел возле нее И опаздывал на самолет Я говорю, я отменяю Она просто говорила Нет, нет, тебя ждут люди Нет, я справлюсь Помолились, езжай И это, конечно, сильно поддерживало меня И потому я никогда не считал Что служение это мое Это всегда наше служение И точно так и команда Точно так и люди Другие, которые стали рядом Я говорил не один раз Что мне стыдно эксплуатировать людей Они не должны работать на меня И на мое видение Я не понимаю этого Я сам работаю на видение Господа И мы все вместе работаем Мне старалось Мне хотелось привить людям Всегда вот это чувство Что это наше общее дело Это не мое дело Мне оно неинтересно Если оно только мне нужно Пока живу, вот я что-то строю Потом я умер Оно никому оказалось ненужным Мне это неинтересно Мне хочется делать то, что нужно Богу И люди это чувствуют в команде Слава Господу Это действительно удивительная история И, конечно, я верю, что много свидетельств Связано вот с такими этапами Которые вы проходили вместе И с командой К сожалению, программа наша Не может всего вместить Скажите, пожалуйста У меня еще, конечно, очень много вопросов Но я задам несколько Вот как вы наставляете своих детей В поиске призвания? Задаются ли они уже такими вопросами? В служении? Как? Дальше? Вот расскажите об этом Дети мои родились в Америке Они по типу мышления отличаются И хотя мы сейчас в этой поездке вместе Мы много общаемся Но я чувствую, насколько они уже другие Чем даже мы У них свой какой-то поиск Я ни в коем случае не хотел бы Чтобы мои дети чувствовали Какую-то нагрузку или давление Чтобы продолжать дело отца Мне никогда не нравилось Когда люди говорят моему сыну Ты должен как папа там быть И меня просто это раздражает Я говорю Мне главное, чтобы он был хорошим человеком Какая у него будет профессия Кем он будет в жизни Мне важно, чтобы он был как человек Порядочным Чтобы люди не жаловались на него Чтобы Господь был доволен Я против того, чтобы дети Династически продолжали дело отца Но это мое понимание Может кто-то по-другому это видит Я не хочу навязывать детям Образ пастора Ты тоже должен быть пастором Или учителем Или там сын мой пробует найти себя Дочь тоже То, о чем они делятся Мне выглядит очень необычно Или даже странно Ну, они молоды Они пробуют Мы очень рады, что они советуются У нас очень откровенные Доверительные отношения Посмотрим, что получится Жизнь все покажет Господь знает Аминь Скажите, пожалуйста Пастор Александр Вот мы немножко коснулись Того служения, которое вы несете Как не сгореть, отдавая себя В чем вы наполняетесь Как вы наполняетесь Я понимаю, что Господь, конечно же Умножает силы Он ведет И ваши близкие рядом Есть что-то особенное Как служителю не сгореть, отдавая себя Анна, у вас замечательные вопросы, правда Потому что обидно Когда перегорают лучшие люди Лучшие люди в Царстве Божьем Это просто непростительно Когда людей выжимают Когда они сгорают Их меняют, как лампочки в патронах На других У меня сильная боль об этом Потому что мне пишут люди Пастора пишут Жены пасторей пишут письма Иногда анонимные Вот представьте Вы получаете такое письмо Больше 20 лет в служении Пожалуйста, не говорите моему мужу Что я вам написала Я боюсь идти в церковь Потому что на мне все 20 лет Без выходных Служение прославления Молитвенное служение Дети дома Я не согрешила У меня нет никаких пороков У меня нет ничего тайного Я ничего не скрываю Я просто устала И когда я это вот читаю Моя душа просто разрывается Я прожил в Соединенных Штатах 29 лет Я видел, как американцы Если неправильно распоряжались Временем, они падали Видные люди Столпы падали А другие люди наоборот Если не уделяли Время и внимание И здоровью своему И сну И отдыху У них есть понятие Саббатакл От слова Субботство Они могут взять Три месяца Церковь их содержит Но пастору нужно Восстановиться Уделить внимание жене Может какой-то Сложный период Проходит Может быть подросток Какой-то Мы затеяли Сейчас саммит Пасторский Осенью На тему Эмоциональное выгорание И кризис служения Мы собираем Многих пастырей С разных стран Это будет в сентябре Следите за этим И будем только Об этом три дня Говорить Это важно Это чрезвычайно важно Я говорю, что это действительно Тема, которая Требует отдельной Отдельной беседы Исследования Исследования, да Потому что Это этот вопрос О лидерстве И об успешном лидерстве Очень многие Говорят, что Вот успешный лидер Он должен быть таким 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 И конечно Ты как бы хочешь Соответствовать этому То, что говорят Ну ты может быть Внутри уже выгорел Весь И вот это Это на разрыв Просто идет И человек действительно падает Хотелось бы спросить вас Последний вопрос Закончить на такой ноте Я знаю, что Конечно Писание Это для нас все Да И Господь Все то, что он оставил В Библии Но есть ли у вас Какой-то особенный стих Который вам близок Который сопровождает вас По жизни Может быть Такой некий девиз Для вас Который всегда с вами И в вашем сердце Интересно Мне вообще нравится Притча В притчах Восьмая глава Там она вся о мудрости Как мудрость взывает На площадях Как она присутствовала При начале творения Как она щедро осыпает Всякого человека Который прислушается Хотя бы чуть-чуть К ее напутствиям Как она ему обещает И богатство И уважение И долголетие И я помню Я просто зачитывался Зачитывался этой главой Почему-то она сильно В меня проникла И она вызвала во мне Такую просто молитву Господь Мне так хочется тебя понимать Вот просто из всего Чего мне хотелось в жизни Просто понять тебя Мне кажется Если я тебя не понимаю Я вообще Тогда в чем смысл мудрости Все понимать Кроме тебя Неужели Не должно быть наоборот Из всего важного Что стоит знать И понимать в жизни Это понимать твое сердце И понимать образ твоих мыслей Потому вот эта глава Она Я бы мог сказать Она моя любимая Она во мне вызвала Такое желание Познавать Господа И понимать его сердце Слава Господу Пастор Александр Я очень благодарна вам За эту беседу Спасибо вам огромное Что поделились Своими уроками веры Своими шагами веры Которые вы делаете И мы молимся о том Чтобы Господь Расширял ваше служение И еще больше людей Узнавали о Господе Познавали Христа Так же близко Так же горячо Так же глубоко Я верю Что эта программа Послужила так же вам Дорогие телезрители Мы сказали немного Но мы верим Что Господь Обязательно стучится В ваше сердце И сеет это доброе семя Пусть оно будет В доброй почве Мы желаем вам Всего самого наилучшего Оставайтесь вместе С телеканалом ТБН С телеканалом ТБН